Привет! Покажу вам ножи от компании Custom Factory. В основном, само собой, один нож. Ну и так, между прочим, как бы надо показать, наверное, в общем-то и другие ножи чуть-чуть. Мне казалось по картинке, что самыми клёвыми ножами являются, в общем-то, ну так скажем, вот эти два, да? А здесь у нас модель как-то попроще, но как-то мне казалось она не такой выразительной. И, может быть, и вам сейчас так кажется по картинке. Более того, по сухим характеристикам и цифрам я вам могу сказать следующее. Что здесь у нас более толстый обух, в общем-то, но, в принципе, это у нас М390, титан, карбон и два ряда подшипников. То есть, как бы нож просто феноменальный ход имеет, потому что он увесистый клинок, плюс два ряда подшипников. Ну, что-то невероятное. Здесь у нас какой-то интересный такой дизайн, ну, лично мне нравится то, как он выглядит, прям какой-то классный такой дизайн. Но здесь у нас получается тоже два ряда подшипников, М390 на клиночке, 3.6 по обуху, 0.5 сведения, титан. Здесь у нас, ну, всё просто изумительно. И, опять-таки, два ряда подшипников. Здесь уже не настолько он летает, потому что клиночек полегче весом. Но всё-таки тут какой-то дизайн такой более выразительный. А здесь нож, ну, как-то кажется он таким, ну, попроще как-то вот, ну, не так он цепляет. Вот по картинке, по крайней мере, явно не так цепляет, как предыдущие два. Однако я вам скажу, что по совокупности каких-то таких потребительских своих характеристик, то есть при более детальном знакомстве с ножом, не то что взял в руки, повертел, а взял руки, повесил на карман, походил, что-то ножом порезал. То есть вот в эксплуатации, да, так скажем, нож представляет из себя что-то совершенно иное. На самом деле он получился самым каким-то гармоничным, самым сбалансированным ножом из этой тройки. Да и вообще мне он кажется таким, ну, наиболее разумным из всех них. То есть как-то по-другому немножко ложится в руку. То есть здесь всего лишь один ряд подшипников. Здесь также М390 и Титан. Казалось бы, немножко попроще, но по факту, как-то попрактичней, поудобней. Это трудно описать словами. Просто реально он, какая-то вот совокупность в общем и целом нож получился на самом деле даже как бы и покруче. На самом начале пятый клинка заходит у нас, соответственно, замок. Это очень круто. Здесь у нас идеально по центру клин. У нас прекрасный ход. Да, здесь один ряд подшипников. Один ряд подшипников это в два раза хуже может быть даже, чем два ряда подшипников в плане хода клинка. Но вы знаете, что ножи на подшипниках в принципе имеют прекрасный ход. У них полностью, напрочь отсутствуют даже самые минимальные люфты. И это безусловно не может не радовать нас, в общем-то, пользователей таких ножей. М390 это крутейшая сейчас сталь, титан на рукояти. Это все супер круто. 3,5 мм по обуху, 0,4 сведения. Это то, что надо. Все ножи нумерованы. В данном случае номер ножа 230. Все ножи выпущены эксклюзивно, так скажем, малым тиражом. Это все очень и очень круто. Если вы посмотрите на упаковку, то она в российском флаге по цветам. У нас идет вот такая дополнительная кастомная клипса к ножу. У нас идет вот такая вот карточка с номером ножа, с подписью живой. Антон Малышев дизайнер, М390 на клиночке. Как бы все круто. У нас идет вот такая наклеечка, которую можно куда-нибудь наклеить. Она упала у меня сейчас. У нас идет полный комплект Zip. Это осевой. Это все винтики, которые используются. Ну вот клипса уже шла. Это сухарь, который можно поменять. Это вот, соответственно, у нас подшипнички. И помимо подшипничков, вот у нас еще и шайбы идут в комплекте. То есть, все это идет в комплекте. Ну и понятно, что здесь у нас такая кастомная фэктори. Специальная вот такая вот, ну не знаю, как даже назвать, платочек такой, да. Что тоже очень и очень приятно. На самом деле, а, кстати, еще же идет шоколадки кусочек. Шоколадка вот такая вот. Тут у меня запах кофе, шоколад. Вам не передать. Реально, у меня атмосфера. Прямо аж слюнки текут. Ну, слюнки текут от кофе. От ножа даже не знаю. От ножа просто радуется душа. По-другому не назовешь. На самом деле, ножи кастомной фэктори очень крутые. Они выбрали свой слоган такой. Limit nice from talented people. То есть, ограниченные ножи от талантливых людей, в общем-то. Ну, лимитированные ножи, да. Они посещают различные международные выставки. И прежде всего за рубежом их просто разбирают. В России, само собой, не такое признание. Позитив в единичных случаях. Хотя, рабочие места, налоги, деньги, все в России. Да, дизайнеры в основном тоже из России. В данном случае, это Антон Малышев, который очень известный наш российский, в общем-то, дизайнер. Далее. Заказываются из США материалы. Станки, само собой, расположены в Китае. Потому что, ну, потому что там есть станки, которые способны выполнить такого качества обработку. Кастомизация ножей опять производится в России. В общем-то, и, само собой, все практически крутится в России и вокруг России. Вот, выбирается лучшее, так скажем, в мире. То, что здесь может, в принципе, быть. Но, несмотря на это, само собой, признания в России, конечно же, не хватает. На самом деле, меня поразил и директор магазина, магазина, компания CustomFactory, Михаил. Ему огромная благодарность за то, что он предоставил эти ножи на обзор. Он меня поразил, потому что я ему говорю, Михаил, ну, вы предоставите мне нож на обзор. Дайте мне ссылки, которые требуется разместить, чтобы подписчики могли перейти, ну, и посмотреть, в общем-то, познакомиться с этими ножами. Он говорит, да мне не нужны эти ссылки. То есть, вот, как бы, ссылки человеку не нужны. Я впервые сталкиваюсь с этим. То есть, вот, когда человеку, он, да, он производит ножи, он их продает, но ему это не надо. То есть, ну, безусловно, я не могу не оставить ссылки. Наоборот, как раз-таки, я их не могу не оставить, потому что они нужны подписчикам, они нужны зрителям. Пусть зрители, в общем-то, из России знакомятся с этими ножами. И я вам скажу абсолютно честно, что однозначно стоит предпочесть этот нож по уровню материалов, по уровню качества самым знаменитым ножевым компаниям, которые вы только знаете. Во-первых, это у нас эксклюзивность благодаря тому, что ножи номерные, коллекционная ценность, потому что малый тираж, это реально малый тираж, партии ножей ограничены. И они способны подчеркнуть вкус владельца, они способны подчеркнуть желание быть особенным, не как все. Это ножи, которые по качеству, ну, мне видится, что они превосходят просто вот всех основных своих конкурентов, которые только могут быть. И действительно, это кастом. Это кастом с большой буквы, это очень круто. Нож получился довольно легким по весу, то есть его удобно носить, все удобно, достаточно компактным по габаритам, но достаточным. Достаточно, чтобы заполнять удобно ладонь, достаточно, чтобы удобно сидеть в кармане, чтобы это вот не терялся в руке. Мне действительно очень понравился. Благодарю Михаила. Ссылки все-таки в описании будут. Ребята, это будут, может быть, не те ссылки, но те, по крайней мере, которые я посчитаю нужным разместить, что удивительно и интересно. Вот, большое спасибо подписчикам, кто поставит свой лайк, напишет комментарий об этих ножах, может быть, вы пользовались. Я вам скажу, что это ножи, которые ломают просто стереотипы с большой буквы ножей, за которые не то, чтобы не стыдно, за которые берет гордость. Большое спасибо, всем удачи и пока.